И в продолжении темы Дня студента мы поговорим с министром молодежной политики Иркутской области Егором Луковниковым. Егор Александрович, добрый вечер. Мадина, добрый вечер. Расскажите, вот традиционно праздновали как День студента вообще в России у нас и почему образовался этот замечательный праздник? Традиция на самом деле праздника очень глубокий. Это Татьяне день, Татьяна, это цвета Татьяна, покровитель всего студенчества нашей страны. И конечно традиция уже по-настоящему несколько веков. Самая старая студенческая традиция, это же конечно пить в этот день медовуху, но постепенно она с годами немного ушла. Ну по крайней мере московские государства и университеты ее продолжают придерживаться. На самом деле очень легендарная традиция. Сегодня мир меняется, меняется и само студенчество, меняются и вузовские традиции. И конечно же сегодня каждый вуз по-своему празднует этот день. Ректора создают новые традиции и мы видим сегодня, как это происходит и в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Как сегодня активно работает студенческий кондиционный совет вместе со студенчеством. И уже несколько лет они проводят замечательное мероприятие «Все налет», куда приглашают сегодня представителей власти. И конечно же активное студенчество города Иркутска и Иркутской области. А сколько у нас вообще в Иркутской области студентов? Студентов у нас сегодня почти 62 тысячи. Если посчитать в абсолютных цифрах, сегодня на территории Иркутской области у нас проживает порядка 2 миллионов 300 тысяч человек. 700 тысяч, а это практически треть населения области, это молодежь. И десятая часть молодежи сегодня это студенчество. Круто. И вот активные ли у нас студенты, активные молодежи? Конечно же, самые активные студенты живут в Иркутской области, это ни для кого не секрет. И именно сегодня в Москве проходит национальная российская премия «Студент года». И наши ребята, студенты Иркутского колледжа педагогического образования, они сегодня находятся в городе Москва и получают премию в номинации «Студенческие медиа». Они стали лауреатами этой национальной премии. Но у нас вообще, на самом деле, год прошлый выдался очень сложный, в том числе и для молодежи, для студентов. Отменялись мероприятия, переходили они в онлайн, в том числе легендарный форум «Байкал», который прошел в онлайн формате. А вот это мероприятие, которое сегодня проходит, кстати, было на острове Коном обычно, а сегодня оно на стадионе «Авиатор». Все-таки будут запланированы какие-то более масштабные очные мероприятия для студентов в этом году? Сложно пока прогнозировать, но мы, конечно же, готовимся к мероприятию, ну, уже по-старому называем, в оффлайн формате, вживую, потому что сама молодежь сегодня в студенчестве отмечает, что не хватает диалога. Потому что студенты — это самая прогрессивная часть молодежи, это авангард, и ребята всегда привыкли общаться, задавать зачастую, в том числе и неудобные вопросы, на которые необходимо сегодня находить ответы и находить совместные решения. Поэтому в этом году мы наш форум «Байкал» планируем все-таки проводить в живом формате, думаем, что он состоится у нас в июле-в июне, то есть на границе двух месяцев. Также запланирована большая у нас волонтерская региональная смена, которая никак не может пройти без участия студентов, потому что студенты сегодня, они являются самыми активными волонтерами в нашем регионе. Мы буквально на этой неделе будем проводить свое награждение для ребят, которые работали в осеннюю волну пандемии, которые работали на горячей линии, которых к награждению представили сегодня высшие учебные заведения. Ну и говоря о том, что сегодня мы перестраиваем работу в сфере молодежной политики на территории Иркутской области, в конце февраля мы даем старт региональному туру область молодых, который позволит как раз-таки нам обсудить вместе с молодежью то, как сегодня необходимо нам вместе сотрудничать и простроить работу уже исходя возрастных категорий школьники, студенты, работающие, молодежь для того, чтобы вся работа, она была действительно постоянно системной и полезной для самой молодежи. Ну и у меня такой последний вопрос. Сегодня уже прошло, точнее прошло это массовое катание на авиаторе, мы уже не раз затронули эту тему, сами там участвовали, на коньки вставали. Да, коллеги пригласили. Я, конечно, не мастер катания на коньках, но тем не менее пообщаться с молодежью, встретиться на мероприятии всегда это большое удовольствие и возможность сегодня узнать то, о чем думает молодежь и то, что сегодня по-настоящему волнует. Отклик получается от этого? Да, конечно же, конечно же, это помогает сегодня нам более активно и системно выстраивать нашу работу. Спасибо большое за эту потрясающую беседу, была рада вас приветствовать в нашей студии. Ну и, конечно же, всех поздравляем с праздником Днем студента и сегодня еще Татьянин день. Спасибо. Спасибо. Спасибо.